Всем привет! Меня зовут Гриша. Вы смотрите канал Гараж 90-х. Мы находимся во втором гараже. Еще раз напоминаю, мы делаем быстрый осмотр новых автомобилей, которые появились за прошедшие где-то год-полтора в гараже. Впоследствии я уже начну снимать отдельно каждый автомобиль с подробным описанием, рассказом о модели, марке, также истории этого автомобиля и истории покупки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok японского автостроения. Хочу представить автомобиль. Люди думают, что я только коллекционирую Mercedes и BMW. Это не совсем так. Я всеяден. Мне нравятся многие автомобили. К сожалению, я ограничен средствами. Поэтому я не могу покупать все, о чем я думаю и то, что мне нравится. Но есть какие-то исключения. Этот автомобиль был у меня в 90-х годах, когда я жил в Нью-Йорке. Он для меня имеет огромное сентиментальное какую-то особенность, ценность. У меня с ним была связана долгая история в Бруклине. Я тогда был моложе. И у меня было абсолютно другое отношение к автомобилям. Плюс у меня были проблемы личного характера. Я за этим автомобилем не ухаживал, не следил. Просто его, можно сказать, в ноль. В конечном итоге его стер. Особенно Бруклин, Нью-Йорк. Это городская езда. И, естественно, он у меня как бы канул небытие. Это Infiniti Q45. Если кто-то помнит, наверное, в Европе, в России этот автомобиль шел под номенклатурой Ниссана. В США он выпускался как Infiniti. Она по мощности и по быстроте хода превышала Lexus LS400. Обе эти машины были выпущены японскими производителями для того, чтобы конкурировать с Мерседесами и BMW. Lexus был выпущен более таким мягким и роскошным. А Ниссан все-таки делал больше упор на перформанс. На то, как автомобиль ехал. Здесь 8 цилиндров. Автомобиль находится практически в заводском оригинальном состоянии. На нем очень маленький пробег. Это та причина, по которой я его приобрел. Помимо того, что у меня к нему лежит душа и ностальгия. Помимо этого, я, конечно, мог его купить до этого с огромным пробегом. Но так как их мало, хороших экземпляров вообще практически не осталось. Когда я его увидел, я понял, что мне нужно его купить. На автомобиле владел представитель Infiniti. Поэтому на нем было очень мало пробега. А потом он стоял в частной коллекции. И мне удалось его приобрести. У него есть очень интересные особенности. В нем для автомобилей бизнес-сегмента. В нем отсутствовало дерево. Поэтому у него очень скромное убранство внутри. Но по показателям, по тому, как он едет, этот автомобиль ничем не уступал автомобилям того времени, когда он вышел из-за лакжери-сегмента. Следующий сюрприз, который я хочу представить, это 2002 года Audi S8 в кузове D2. Очень быстрый автомобиль. Выдает примерно 310 лошадиных сил. Но самая главная его особенность состоит в том, что он был сделан из цельного кузова алюминия. Здесь даже есть значок, который обозначает и идентифицирует этот автомобиль, имеющий алюминиевый кузов. Также здесь 4 ведущих. Это флагман Audi. Самая на то время представительная и роскошная модель, которую они выпускали. Жесткая подвеска. Ведет себя на дороге очень уверенно. Можно сказать, прилипает к асфальту. Тот, кто ездил на Audi Quattro, меня сейчас понимает, когда я описываю эти ощущения от вождения этого автомобиля. На нем 28 тысяч всего лишь пробега. В идеальном состоянии. И сколько я уже лет 5 смотрю за рынком Audi восьмых. И это первый раз, когда я увидел этот автомобиль с таким пробегом. Обычно люди, кто покупает эти машины, наматывают очень много километров на них. Вот мне повезло. И я нашел экземпляр в таком хорошем состоянии, с маленьким пробегом. Есть автомобили, которые аналоговые. И есть автомобили, которые уже более современные. И когда ты на них едешь, они не дают тебе ощущения тех машин, которые мне давали в 90-х. Вот эта модель, она как бы для меня является переходной. То есть она не совсем электронная, электронная, но и не совсем уже аналоговая. Она, в принципе, современная, адекватная для водителя. Я считаю, что это идеальный автомобиль. Единственное, что мне здесь не очень нравится цвет. И то, что она на автомате, а не на ручке. Следующий автомобиль – это Е23-723 BMW. Этот автомобиль известный тоже в узких кругах автолюбителей. Он идет под названием Стивсон Кар. Так и называется Стивсон Кар. Если у кого-то будут, кстати, вопросы или комментарии, обязательно пишите. Я сам веду YouTube и Instagram. Читаю все сообщения. Поэтому, если будут какие-то вопросы по этому автомобилю или по другим машинам, пожалуйста, пишите. Я всегда с удовольствием отвечу. Краткая история этого автомобиля. Был в Бельгии один человек, который занимался тюнингом. Он решил открыть свою компанию. И как прототип собрал вот этот автомобиль. Вложил в него вообще все средства, все свои силы, всю свою душу. И все свое креативное творчество. Получилась вот такая вот интересная машинка. Здесь очень много особенностей. И можно говорить, наверное, часами об этом автомобиле. Я так быстро пробегусь. Значит, она была покрашена 20 слоями. Это Candy Apple Red конфетное яблоко. По этой технологии в то время красили только Rolls-Royce. Как вы видите, даже при любом свете можно увидеть, что здесь краска не выглядит стандартной. Дальше здесь полностью был модифицирован салон. Вставлен телевизор. Вставлен есть позолоченные пепельницы. Сзади целый пульт управления. Здесь выдвигается из сидений подстаканники. Также есть стереосистема. Телефон. Сзади есть антенна. Есть сейф. Есть холодильник. В багажнике для холодильника специальное устройство. Вот эта антенна в то время стоила 4000 долларов. И она позволяла смотреть телевизор. Это 1984 год, если мне не изменять памяти. То есть это какие-то космические технологии. И также все это работает только после того, как ты вставляешь карточку. Опять-таки я очень подробно буду обозревать этот автомобиль. Он всего один единственный в мире. Человек потратил на него в то время 300 тысяч немецких марок. То есть для 1984 года, я думаю, что это не могу посчитать. Но это, наверное, миллион долларов по сегодняшним ценам. Также все убранство, дверные карты и отдельные детали. Плюс центральная консоль и бардачок было отделано кожей питона. Удивительная комбинация материалов и качества работы. Руль здесь деревянный. Автомобиль всего лишь имеет пробег 2400 километров. Он никогда не реставрировался. Можно сказать, что он находится в состоянии нового автомобиля. Двигатель здесь, кстати, 3,5 литра. Обычно в стоке она шла с одним аккумулятором. Но так как здесь стереосистема, телевизор, холодильник и все на свете, то они под обычным стоковым аккумулятором установили еще один аккумулятор книзу. Поэтому у этого автомобиля каким-то образом появился второй аккумулятор. Автомобиль больше чем 5 километров в час не едет. Нам нужно полностью заменить топливную систему. Или ее промыть, или заменить. Я думаю, что, скорее всего, заменить. Начиная от бака, заканчивая всеми шлангами, патрубками и так далее, фильтрами. Что, в принципе, не проблема. Единственное, что состояние автомобиля, бежевая кожа и все остальное ставит меня в такое положение, когда я должен найти определенное место, где могли бы провести эту работу, чтобы не испортить автомобиль. То есть я его должен отдать каким-то людям, где не будет проходного двора, где этот автомобиль будет стоять в какой-то мастерской, чтобы его не испортили. У меня на примете есть один шап, но пока не дошли руки, как только я его приведу в порядок, мы обязательно его снимем на видео. Дальше, если мы идем, у меня, как вы помните, была единственная в мире в цвете Дракар Йелло Альпино с длинной крышей. Она до сих пор здесь. Следующий автомобиль, который я купил в этом же цвете, это AC Schnitzer в Е36 кузове. В кузове всего их было сделано 3 экземпляра во всем мире. Она праворульная, вся в бумагах, во всех сертификатах. Первая, по-моему, из трех, которую сделали. Очень интересный автомобиль. Европейский вариант. Е36 в европейском исполнении шли мощнее, чем в американском. Помимо того, что это AC Schnitzer, причем она полностью была модифицирована от обвеса, заканчивая салоном, системой выхлопа и колесами. Тоже на ней очень маленький пробег. Она очень красивая и очень бодро едет. Вообще, Е36 кузов, даже в стоке, если не брать ни какие-то там М3, то просто Е36 в хорошем состоянии. У меня тоже она есть без М3 мотора. Доставляет мне огромное удовольствие. Очень удобно ее водить. Она у меня на ручке. Поэтому есть огромная база фанатов Е36 кузова. И это не случайно. Действительно, очень хорошая модель. Прекрасный автомобиль. Я также приобрел еще одну Е36. Это уже в обвесе Хаман. Также модифицированная компанией Хаман, начиная от глушителя, заканчивая подвеской, колесами и обвесом. Выглядит очень грозно. Тоже автомобиль едет потрясающе. Тоже европейский вариант Е36 в желтом цвете. Плюс у меня есть желтая Альпина. Получается, что если их подряд поставить, то получается 4 желтых BMW. В Майами желтый цвет выглядит очень хорошо. Поэтому вот, можно посмотреть. Очень-очень красивый автомобиль. Дальше у нас Е34. Есть знаменитое тюнинговое агентство Dynan. В США его знают больше, чем в Европе. Dynan модифицировал BMW. Он обычно в двигатель не лез, а просто устанавливал турбины или суперчарджеры, нагнетатели и так далее. Менял тоже подвеску, систему выхлопа. Так вот, он настолько стал популярным в свое время и настолько прочно они делали модификации, что BMW распространяла свою гарантию на автомобили, которые были модифицированы Dynan. До этого это только случалось с Альпиной. Dynan был по образованию сам, Стив Dynan был инженером. Свое тюнинговое агентство Dynan разогнал до такого размера, что через какие-то, по-моему, 20 лет он его продал за много сотен миллионов долларов. Сумма не разглашается. Так вот, вот этот автомобиль, это Е34 BMW, это 540. на механической коробке передач, шестиступенчатой. Этот автомобиль, в частности, принадлежал Стиву Дайнану. Здесь установлен 4-литровый V-образный двигатель с турбиной. Мне объясняли, это половина турбин, это половина суперчарджера. Я до конца не понимаю, как можно иметь такую гибридную, может быть, из-за подписчиков или зрителей, кто-то в комментарии может более подробно объяснить. Я с технической стороны не понимаю, что такое ни турбина, ни суперчарджер. Но вот, если мы увидим, он был установлен. Дайнан владел этим автомобилем лично. Имеет автомобиль историческое значение. Помимо того, что он редкий из-за модификации, им владел сам основатель компании Дайнан. Еще очень интересная деталь, которая у этой машины, это то, что он поменял багажник. Он снял тяжелый заводской багажник и установил свой багажник из стекловолокна, тем самым убрав лишний вес. Автомобилем после Стива Дайнана владел известный гонщик. И она обслуживалась, он был гонщиком команды. И этот автомобиль стоял у него в гараже со многими гоночными машинами, которыми он пользовался на треке. И автомобиль обслуживался механиком гоночной команды последние, наверное, 20-25 лет. Поэтому она шла без документов по обслуживанию. Но с доказательством у меня есть ПТС Стива Дайнана, когда он владел этой машиной. Если вам понравился мой эфир, мой сюжет, пожалуйста, ставьте лайки, пересылайте их другим людям, своим знакомым. Подписывайтесь на канал. Это все помогает алгоритму YouTube распространять эти видео, чтобы больше и больше людей узнавали про эти чудесные автомобили. Продолжение следует...